Приветствую всех поклонников авиации с FireFallfire. В своих видео я уже рассказывал вам про редкую акционную технику. По задумке, её было нельзя приобрести, поэтому она и была редкой, но спустя время появилась биржа и большая часть техники стала уже доступной к покупке. Сегодня я расскажу про самолёты, которые нельзя увидеть в ветке развития. Их нельзя купить, но зато можно попробовать полетать на них в морских боях. Да, в этом видео пойдёт речь про механику самолёта-разведчика. На данный момент доступны 10 различных гидропланов, 8 из них уникальны и ещё ни разу не появлялись в основной ветке. Начнём с Советского Союза. Самолёт тут представлен сразу на трёх кораблях. Киров, Максим Горки и Ворошилов. Чтобы воспользоваться гидропланом, необходимо прокачать нужный модуль. Хотя, как по мне, лучше бы эту возможность давали сразу, в полном стоке. Самолёт называется Кор-1. Думаю, для многих это название ни о чём не говорит. Спроектировал его ещё тогда молодой конструктор Георгий Михайлович Переев. Именно этот человек создал советскую гидроавиацию и сделал её одной из самых сильных в мире. На его самолётах установлены мировые рекорды, а некоторые гидропланы, такие как Бе-12, до сих пор находятся на вооружении ВМФ. Но вернёмся к истокам. Кор-1, или как его ещё называют, Бе-2, это первый гидросамолёт в СССР, который был создан специально для взлёта с корабельной катапульты. На момент первого взлёта, в 1936 году, он уже не был выдающимся по ЛТХ. Тихоходный гидроплан с пулемётами винтовочного калибра. Во время войны он мало что мог сделать истребителем. Примерно то же самое происходит и в игре. На боевом артинге 5.7, где находятся все крейсера с катапультами, Кор-1 предлагает всего две бомбы по 100 килограмм. Из курсового вооружения установлены два пулемёта шказ с боекомплектом в 1000 патронов и также имеется оборонительная турель. Скорость в горизонте едва превышает 250 км в час, так что забомбить какой-нибудь корабль у нас не получится, если только он не будет по нам стрелять, что бывает очень редко. У всех представленных гидропланов есть отличная возможность ставить дымовые завесы. За этими дымами может спрятаться даже линкор, поэтому основная задача Кор-1 это прятать в дымах союзные корабли и захватывать ближайшую точку. Кстати, эти понтоны можно легко оторвать коснувшись воды, толку от этого будет немного и без них вы уже не приводнитесь, придётся лететь на аэродром, но возможность отрыва есть. Следующий редкий гидроплан расположен на итальянских кораблях, тут уже 4 крейсера обладают такой возможностью. Называется гидросамолёт Ро-43. В отличии от советского разведчика, у итальянца отсутствуют бомбы, только два пулемёта винтовочного калибра и оборонительная турель. Первый полёт тоже был совершён в 1936 году, поэтому по ЛТХ у нас примерно такой же самолёт. А вот у японских кораблей представлены сразу три разных гидросамолёта. К примеру, у крейсера Магами это Е-13А1, у Микума Е-7К2, а у Судзуэ Е-8Н2. Последние два гидроплана представлены от фирмы Каваниси. По своему типу они мало чем отличаются от первых двух рассмотренных морских разведчиков, разве что только увеличенной бомбовой нагрузкой. У Е-7К2 можно взять 4 бомбы по 60 кг, но зато у самолёта отсутствует курсовое вооружение, что вынуждает нас играть от обороны. У Е-8Н2 есть пулемёт винтовочного калибра, но количество бомб снизилось до двух штук. А вот Е-13А1 выделяется тем, что это моноплан, и он несколько быстрее предыдущих морских разведчиков. Бомбовая загрузка представлена в виде четырёх бомб калибра 60 кг. Курсовое вооружение отсутствует, и полагаться приходится только на один оборонительный пулемёт. На немецких кораблях есть один очень похожий самолёт. По курсовому вооружению он будет самым мощным морским разведчиком. Две 20-мм пушки и два пулемёта винтовочного калибра – это хороший выбор, но боевой рейтинг для такого гидросамолёта слишком высокий. Поэтому Арада-196 мало что может противопоставить истребителям. Это, кстати, один из немногих самолётов, который всё же представлен в ветке, правда в виде другой модификации. Американский флот обзавёлся двумя экземплярами гидросамолётов. Первый – это Кингфишер, который раньше был выведен из игры. Второй – СОК-1. Морские разведчики обладают небольшой бомбовой нагрузкой – курсовым и оборонительным вооружением в виде одного пулемёта винтовочного калибра, и, как и у многих других гидропланов, у них сомнительный ЛТХ. Америка на данный момент занимает лидирующую позицию по возможности вызова морских разведчиков. Более чем на десяти кораблях США присутствует такая механика. На секунду у Японии это количество равняется восьми, у Италии, Германии и Британии – в четырём, а у СССР всего три корабля имеют катапульту. У владычицы морей Великобритании имеются три гидроплана. Вот только один из них – это американский Кен Фишер. Найти его можно на Энтерпрайзе. Далее идёт Оспрой Марк 4. Не стоит его путать с конвертопланом или с бронежилетом – это британский морской разведчик. Повооружён одним пулемётом винтовочного калибра, и также у него есть оборонительный турель. У гидросамолёта скромная ВТХ и отсутствует бомбовая нагрузка. Так что кроме как задымить союзные корабли или захватить союзную точку, он ничего не может. А вот Валрус, чем-то похожий на советский МБР-2, обладает внушительной бомбовой нагрузкой. По крайней мере, она больше, чем у других морских разведчиков. Тут представлены четыре бомбы калибра 250 фунтов, и все они уходят по одной. Курсовое вооружение отсутствует, но есть две оборонительные турели. Летающая лодка, как и многие другие разведчики, медленная, так что потопить корабль с него будет сложно, особенно учитывая, что она ещё к тому же большая. Мне в одном из боёв удалось на ней отбить точку, и сбить другой гидроплан. Как мне удалось не разбить самолёт, это ещё та загадка. Но несмотря на то, что я сумел обратно захватить точку, корабли всё же меня добили. И пока что это были все эксклюзивные самолёты. Возможно, позже они появятся в основной ветке, но на данный момент это редкие гидропланы, которые доступны только для флота в виде отдельной механики. У них нет кокпитов, даже размерных прототип в кабины. Хотя, учитывая, что они доступны только в морских боях, это не велика потеря. В комментариях пишите, как вам механика морских разведчиков и как вам новые самолёты. Заглядывайте в описании, поддержите видео лайк и хенджерем, ну а я вам, как обычно, желаю лёгких фрагов и чистого неба над головой.